В турнире команд 2-го дивизиона сейчас перерыв, но игроки футбольной «Волги», несмотря на заслуженный отдых, все же вышли на поле для того, чтобы сыграть с ульяновской командой «Агат». Она состоит из воспитанников дома детства. Не обошлось и без сюрпризов. Например, свое мастерство владения мячом в канун новогодних праздников продемонстрировал Дед Мороз. Пусть в декабре вместо зеленого газона паркет в заволжском фок-фаворит, зато Дед Мороз самый что ни на есть футбольный. Он и в конкурсах участие принимал, и побывал в роли арбитра на матче. Матче весьма необычном. Футболисты «Волги» сошлись в поединке с командой «Агат» из дома детства. Просто мальчишки, которые занимаются в детском доме, у них так много возможностей потренироваться с профессионалами. Футбольный клуб «Волга» всегда оказывает такую возможность. Едва ли кто следил за счетом, и едва ли стоит рассуждать, в полную ли силу играли футболисты «Волги» против старшеклассников. Этот поединок – тот самый пример лозунга «Главное не победа, а участие». Дети у нас очень сейчас активные, энергичные. Они с большим интересом ходят на наши тренировки в нашем доме детства. Я так думаю, что после таких встреч они по обмену опытом рассказывают нам дома, куда они ходили, с кем они общались. И у нас народу будет еще больше ходить в футбольные секции. Те же, кто уже давно занимается футболом и носит форму «Агата», после такого матча наверняка с еще большим энтузиазмом возьмутся за тренировки. Тренер по вратарям научил, как правильно держать мяч полностью. Немножечко тренировались с самим тренером «Волгем». Сам тренер «Волги» сразу согласился принять участие в этом мероприятии, когда узнал о такой возможности. Может ли кто из игроков «Агата» в будущем перейти в «Волгу»? Возможно, сейчас это звучит как сюжет новогодней сказки, но в спорте нет ничего невозможного. То, что они, скажем, как в футболе говорят, непосторонние, это точно видно, что умеют владеть мячом. На зимнюю паузу футболисты «Волги» ушли лидерами своей группы, опережая ближайших преследователей на пять очков. Сезон возобновится в апреле, и ребята из Дома детства пожелали своим соперникам успехов, пообещав болеть за них. Игорь Кранцев, Денис Миронов, Вести, Ульяновск.